Своей страны и обладательница серебра чемпионата мира 2008 года Каролина Коснер. Ее произвольная программа прозвучит на музыку композиции «Воздух» Агана Себастьяна Баха, а также концерта для виолончели Антонио Вивальди. Лидер после короткой программы, причем лидер более чем уверенный. КОНЕЦ 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 С каждым новым прокатом становится все интереснее и интереснее. Первая половина программы без каких-то проблем прошла для Каролина Костнер. Разве что каскад из трех прыжков не покорился этой спортсменке. Но и тройной лук, и каскад Аксель Тулук удался ей на все 100%. Но потом возникли проблемы. Видимо, не справилась она с нервным напряжением. Третье европейское золото дает о себе знать. Возможное третье европейское золото. Разумеется, оценки за компоненты будут высочайшими. Наверное, ничуть не меньше, чем у Лауры Лепестова, у которой 59-20 на 6 баллов почти она опередила по оценкам за компоненты Елене Гадринышвили. И несмотря на то, что за технику проиграла ей те же самые 6 баллов и уступила грузинской спортсменке в оценках за произвольную программу, тем не менее, за счет чуть лучше исполненной короткой сумела остаться в лидерах соревнований. 166,37 балла. Для того, чтобы обойти действующую чемпионку Европы, чемпионке двукратной Каролине Костнер, нужно набирать 158 балла. Но, конечно, технические оценки будут невысоки. Компоненты напротив судей не поскупятся. Маги имени никуда от этой самой магии не деться. Вот что касается элементов, которые не покорились Каролине Костнер, то вроде бы не самые сложные, но с точки зрения базовой оценки прыжки были заявлены у нее в программе. Вот она упала с тройного Риттбергера. До этого бабочки летали, как в знаменитом фильме Владимира Меньшова «Розыгрыш» после заявленного, но не исполненного тройного флипа у Каролины Костнера. И от ее базовой стоимости, которая была в прыжковой части второй вслед за Аленой Леоновой, не осталось практически ничего, примерно так же, как и у Лауры Леписто. Всего двух спортсменок остается нам посмотреть. Алену Леонову и Киру Корпи. И говорить о том, как распределяться в итоге фигуристки на пьедестале почета, сейчас, думаю, вряд ли кто-то возьмется. Сам Нострадамус, думаю, не рискнул бы. Сто и пятьдесят восемь, и тогда Костнер обходит Лауру Леписто и точно поднимается на пьедестал. Сто семь шестьдесят шесть. Да, оценки за компоненты сопоставимы с оценками у Леписто, а вот за технику судьи не поскупились для итальянской спортсменки. Она опередила финку по оценкам за технику на пять баллов и одну соту, и сейчас обеспечила себе медаль чемпионата Европы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!